И вот сейчас я тебе расскажу, как сахар пищется или любой белый предмет. Ты сначала проходишься краской или вот карандашиком, в нашем случае по всему сахару, прям легонько-легонько-легонько, то есть практически у тебя должен оставаться белый лист. Два сахара проходимся сразу же. И вот это у нас будет освещенная сторона у сахара и грани на сахаре. То есть сахар имеет еще три грани освещенных. Раз, два, три. То есть вот этот уголок, который ближе всего к тебе, он всегда у нас освещенный на любом кубике. После этого вот эти самые светлые, значит, мы с тобой выбрали части. Верхняя часть тоже на нее попадает свет, следовательно, она ловит полутон. Мы ее притемняем штришочком чуть-чуть. Чуть-чуть совсем темнее сделала, да, потому что все предметы, которые у нас вдаль уходят, они у нас по контрасту должны быть светлей. Ну, не на много, но чуть-чуть. И вот после того, как ты это все сделала, берем карандашик или ластик. Желательно с тоненьким носиком. И будем с тобой выбирать три грани, которые смотрят на нас в самые ближайшие места. Здесь я прям карандашик вытру хорошенько, чтобы он был беленький, не растирал. И вот у нас тут вот раз, грань светленькая, вам грань, три. То есть это самый ближний уголок. Падущий тень под предметом темнее сахарницы, да, и темнее, чем сахар. А чем дальше от предмета, то есть вот в ту плоскость, вдаль и вот в эту сторону, тем она светлее становится. То есть, в принципе, как полутонна сахарница. Спасибо.